Виталий Бородин, глава федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции, снова и снова призывает певицу Диану Арбенину к ответственности. Он не только называет ее представительницей нетрадиционных отношений, но и заявляет в своем телеграм-канале, что она никогда не посещала зону СВО и не оказывает поддержку нашим бойцам, а лишь стремится набить свой кошелек. Бородин выражает благодарность губернаторам Приморского края и Сахалинской области за патриотическую позицию, благодаря которой были отменены концерты Арбениной во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Думаю, как минимум, она потеряла 5-10 миллионов рублей, из-за этого у нее началась паника. Но я считаю, что эту особу нужно не только во Владивосток не пускать, но и в другие регионы тоже. Год назад я просил ее проверить на дискредитацию СВО, она вовремя побежала за помощью кое-куда, там ей дали шанс. Год мы наблюдали, думали будет помогать военным, фуры отправят туда. Но она смогла только доехать до Ростова, не больше. А дальше у нее круизы по России. Думаю, миллионов 50-60 она за это время заработала и все по карманам распихала. Надо бить ее по карману, что она перестала зарабатывать на россиянах, написал Бородин в своем канале. Напомним, артистка рассказала, почему отменили ее выступление во Владивостоке, которое должно было пройти 27 февраля в концертно-спортивном комплексе Фетисов Арена. В случившемся Арбенина обвинила 12 каких-то кривоногих упырей. Я молчать не буду. 12 каких-то кривобоких упырей написали бумажки из-за этого власти города Владивостока опрокинули 5000 человек, купивших билеты. И когда им отдадут деньги, тоже вопрос. Я должна молчать, об этом. И даже если вы меня видите сегодня на сцене последний раз, не жалею о том, что сейчас сказала. Обрушилась Арбенина с критикой на чиновников.